МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для кого-то это просто хобби, а для кого-то серьезная работа. Сегодня в гости студии сотрудник Ольского научного центра краевед и фотограф Григорий Ильин. Григорий, добрый день, очень рада вас приветствовать в нашей студии. Скажите, пожалуйста, какой путь к фотографии у вас был? Что подтолкнуло взять в руки фотоаппарат? Добрый день, спасибо за приглашение. Фотография меня привлекала еще со школьных лет. То есть я помню прекрасный момент, когда мне было лет 10, и мне прям вот захотелось взять родительский фотоаппарат, пленочный тогда еще был, или авто, и просто попробовать там что-то поснимать. Он мне был очень сложный, там надо было же крутить все эти, фокус настраивать там и прочее. И тогда, помнится, мне купили маленькую мыльницу, можно сказать, да, вот простые самые мыльницы пленочные были, она даже называлась там как-то премьер, типа первый фотоаппарат. И вот я просто заправил туда пленку, и мне хотелось фотографировать в первую очередь природу. И я, получается, с детства любил пейзажи вокруг горы. Мне очень захотелось эти пейзажи, ну, как-то перерабатывать через себя, сохранять. И в итоге... Насколько все пошло, насколько получалось? Ну, первые годы это были чистые тренировки, просто пленка за пленкой уходили, а там один-два кадра, которые мне более-менее нравились, оставались. Эти фотоальбомчики... Ты из пленки-то, наверное, особо там не разгонишься, да? Это сейчас уже можно делать хоть сотню кадров. Ну, да, это был период, когда не было еще даже, в общем-то, цифровых фотоаппаратов. Можно было не мечтать, да, конец 90-х. А вот когда появились уже первые цифровые, да, у меня появился в 2004 году первый. Первая мыльница тоже цифровая. Когда я вдруг осознал, что можно снять там не 24-36 кадров, а сразу сотню за маршрут. И походы в город и продолжались, а количество кадров стало больше. Сегодня, я смотрю, у вас, ну, очень серьезная аппаратура. С таким объективом это фотоохота. Ну, это, да, один из последних объективов, который приобрел. На самом деле он для дальних съемок, или птичку на дереве сфотографировать, или пейзаж какой-то вдалеке, там маленький кусочек, телеобъектив так называемый. Но в любом случае сейчас, да, это увлечение серьезное, и парк фототехники есть. Во время съемки, я думаю, что вы не задумываетесь над тем, сколько кадров вы уже сделали, а вот уже дома, когда начинаете все это разбирать, а там сотня кадров. Как из такого количества выбрать лучшее? На самом деле опыт тоже приходит. То есть это по первости можно сидеть и там каждый кадр сравнивать друг с другом, и там думать, ой, этот нравится, этот не нравится. Мне понравился один метод, который увидел просто несколько лет назад у коллеги-фотографа, когда берется вот этот весь массив фотографий, и в просмотре на компьютере начинается просто листание один за другим. То есть следующий, 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 следующий. И вот на каком кадре взгляд автоматически застановился, вот этот кадр и надо брать. Хороший метод. Да, он самый быстрый. Он самый быстрый, этот метод. Я им пользуюсь уже много лет, и в итоге можно из серии, там, в несколько сотен кадров отобрать 10 самых интересных, с которыми потом работать. Вы очень критично подходите к своему творчеству. И вообще, может быть, у вас есть свой критик? Внутренний критик у меня есть, очень серьезный, да. И иногда так получается, что с целого выхода, с целого маршрута я не оставляю ни одной фотографии. А иногда над фотографией идет еще потом дополнительная работа, ну, какая-то при сложных условиях освещения, например. Если это снято было в какой-то закат или рассвет, или полярное сияние. Требуется, конечно, доработка фотографий всегда. Цифровой фотоаппарат не может передать идеально все тонкости. И вот эта обработка, доработка, она может быть многоэтапная, да, и тоже занимать часы. Фотограф и художник – это что-то общее, на ваш взгляд? Ну, фотография, она, конечно, является, можно сказать, произведением искусства. Но я не сказал бы, что фотография для всех – это только вот художество, искусство. Во многих аспектах фотографии – это незаменимый фиксатор именно реальности. То есть в репортаже, в каких-то технических съемках – это как раз метод зафиксировать реальность без художественных изысков. А вот где-то, как, например, в пейзажной фотографии, не знаю, в студийной, творческой фотографии, ну, в творческой, да, это как раз возможность побыть художником. Есть ли у вас свой какой-то почерк? Вот как узнать? Да, это фотография Григория Лина. Если честно, вообще вот такой вот почерк фотографу создать в своей жизни, в своем творчестве, вот это, наверное, самое главное, самое сложное, чтобы вот именно фотография узнавалась. Про некоторые мои кадры, да, говорят, что вот сразу видно уже, что Григорий снимал. Ну, я просто в последнее время стараюсь в фотографиях предоставить в кадре, ну, какой-то некий удобно читаемый образ. То есть вот какая вот простая картинка, но с каким-то очень интересным светом, с интересным сочетанием облаков там или еще чего-то. То есть обязательно где-то в кадре там есть гора, озеро или полярное сияние, и все это вот обрамлено какой-то красотой. Но в целом стараюсь вот как раз, да, в кадре делать какой-то образ. Сколько в вашем архиве таких уже отобранных, избранных фотографий? Ну, избранных счет идет на сотни, которые вот мне нравятся за последние лет 15, что снято. Я понимаю, что их можно увидеть уже в буклетах даже, да? Да, фотографии эти живут своей жизнью. То есть все, что было снято даже 10-15 лет назад, оно было выложено в интернет, люди знают эти кадры. И эти фотографии живут уже своей жизнью без меня, можно сказать. Они пользуются популярностью где-то, где-то используются в различных изданиях. Ну вот я сам и предоставляю фотографии для разных изданий, и вот сам издаю небольшие такие фотоальбомчики. Сразу вы узнаете свои фотографии, там что-то листаете, не знаю, например, какие-нибудь социальные сети, этот раз в лисичка красавица. А где-то я уже ее видел, например. Да, вот свои фотографии узнаются сразу, мгновенно. То есть даже достаточно, если там речь идет про интернет, быстро вот листать страницу, и мгновенно, прям вот за микросекунду сразу глаз цепляется именно за своим. Кого вам удалось поймать в свой фотообъектив? Вот смотрю, и лиса, и куропатка, да, таким крупным планом. Насколько, кстати, далеко от вас была эта лиса? Ну конкретно вот этот случай был необычный. Ночь полярного дня, когда солнце не заходит, в кадре где-то 11-12 ночи. И пришла лиса, мы с супругой гуляли по хребту, и просто вот лиса вышла на хребет, на самую вершину горы. И я так понял, она просила есть. Но так как мы знаем, что диких животных подхрабливать нельзя, то, конечно, она не дождалась еды. Но вот в течение какого-то времени, там 15-20 минут, она ходила вокруг. Она не подпускала ближе, чем на 7-10 метров, но вот этого было достаточно, чтобы, используя там, да, телеобъектив, опять же, сфотографировать. Это какое-то везение. Я думаю, что у фотографа тоже есть вот свое везение, своя удача, когда поймать хороший кадр, встретить вот такое животное, что можно сфотографировать. Ну, отчасти, конечно, везение, отчасти и статистика. То есть это как с любым случайным событием, если много ходить, если каждый вечер, например, выходить на закат, то в течение, там, пары-тройки месяцев можно снять лучший закат. Все будут говорить, что вот повезло, но человек-то до этого ходил, там, не знаю. Часами, в ожидании, да? Десять недель подряд, например, ходил и дежурил. Ну, а иногда, иногда бывает, конечно, как и в лотерею. То есть вот вышел, и сразу красота. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к обработке фотографии, как вы относитесь к фильтрам, насколько сами часто используете? И нет ли такого, что это какая-то хитрость улучшить фотографию и сделать ее, ну, наверное, уже не настоящей? Вот с этим абсолютно каждый фотограф сам для себя выбирает. То есть есть фотографы, которые не приемлют никакой обработки и любят вот, ну, практически документалистику, да, вот все как было. Здесь проблема в том, что с пленкой это, может, еще и работает. Вот с цифровым фотоаппаратом не очень, потому что цифровой фотоаппарат изначально по-другому видит свет. И внутри камеры в любом случае обработка идет теми программами, которые туда уже вставили разработчики камеры. Я, например, для себя считаю, что кадр все-таки нужно как-то дорабатывать, потому что на выходе в цифровом фотоаппарате получается, ну, можно сказать, полуфабрикат. То есть пельмени уже есть, но они еще не сварены. Даже здесь есть такое, да? Ну, по сути, да. И вот чтобы доварить вот этот полуфабрикат, его нужно пропустить, конечно, через обработку. Где-то усилить контракт, где-то там поправить цветопередачу, где-то… А как здесь не переусердствовать? Это доверять своему зрению? Да. Да, это уже, опять же, опыт. Ну, на самом деле, каждый же делает фотографии так, как он видит, так, как ему хотелось бы. Я здесь не считаю, что фотография, которая у меня, это, конечно, кадры все, запечатлевшие абсолютно реальную картину, как это было на самом деле. Но я всегда говорю, что я немножко добавляю там контрастности цвета относительно того, что было изначально, чтобы эта фотография заиграла, чтобы она, ну, как-то привлекала внимание больше. То есть тут пытаюсь соблюсти вот эту грань, чтобы это уже не было что-то такое прям вырвиглазное, как иногда получается у начинающих фотографов. Ну, и прочное определение, кстати. Да. И чтобы это не было совсем вот серая фотография, которая просто вот промелькнёт где-то в ленте там, например, и глаз за неё зрителя даже не зацепится. Сегодня все мы немножко фотографы. Кто-то, конечно, с такой аппаратурой, как у вас, но, а кто-то с простым телефончиком. И тем не менее, тоже фотографии, тоже обработка. Вот как вы относитесь к такому искусству? И можно ли вообще это назвать искусством? Да вообще это здорово, что теперь у каждого есть возможность заниматься фотографией. То есть фотокамера сейчас есть, ну, как там шутят, да, в каждом утюге практически. Все смартфоны, там телефоны обладают своими камерами, фотоаппараты доступны, в общем-то, для всех желающих. И я хочу просто отметить, что изначально фотография вышла, да, как новый вид вообще и фиксации природы нашего мира, и фиксации каких-то событий. И фотография превратилась в художественный новый жанр, да, заменив отчасти художников-пейзажистов. Фотографы стали сами создавать их, не пользуясь красками. Но сейчас фотография, вот в 21 веке, она вообще выходит на новый уровень. Мы же теперь, ну, можно сказать, общаемся фотографиями. То есть в соцсетях, в мессенджерах мы друг к другу часто отсылаем фотографии, просто вот щелкнули на ходу. Посмотри, где я был, посмотри, где я. Точно подметили. На самом деле сейчас, по-моему, даже меньше слов, больше фотографий. Да, да, и фотография становится средством общения. Вместо тысячи слов, да, вот можно отправить одну картинку, посмотри, где я сейчас. И для таких фотографий, ну, не нужно, наверное, прям каких-то суперхудожественных норм. Это фотографии такие вот репортажные, бытовые, по ходу дела сделанные. Раньше к ним было такое отношение, можно сказать, наверное, ну, что вот дилетанты занимаются, там неинтересно. А сейчас-то мы видим, что это поголовно все этим пользуются. И это действительно новый совершенно уровень фотографии. Как сделать хорошую фотографию? Вот какими секретами могли бы поделиться для обывателей, не для профессионалов? Записывайте. Да. Вообще вот я за последние лет 15 увлечения вывел для себя, ну, не формулу, но такой чек-лист, да, что нужно, чтобы фотография стала шедевром. Это, конечно же, нужно хорошее знание своей техники, то есть правильно выверенные технические характеристики, диафрагма, выдержка. Да, в мобильном телефоне этого практически нет, но даже в мобильных телефонах, в общем-то, можно включить профрежим. Фокусировка, да, что у нас в фокус попадает, не попадает. То есть вот эти технические параметры должны быть отточены, ими нужно уметь пользоваться. А дальше начинается творческая составляющая, и здесь нужно соблюдать композицию, то есть то, как объекты расположены в кадре относительно друг друга. А нужно попробовать выбрать ракурс интересный. Мы привыкли видеть мир с вами с высоты вот полтора-два метра, а иногда стоит где-то присесть от земли, сфотографировать, где-то, наоборот, подняться повыше и сфотографировать сверху. И, конечно же, в кадре вот со всеми этими техническими и творческими компонентами должно быть что-то необычное, то, чего ни у кого нет. То есть красивая, качественная картинка с технической стороны, приятная глазу с художественной стороны, и в кадре что-то необычное, то, чего раньше не было. Спасибо вам огромное. Ну что ж, вам успешных походов, прекрасных снимков, и чтобы техника никогда не подводила. А я напомню, что сегодня в гостях Народного ТВ был сотрудник Кольского научного центра, краевед и фотограф Григорий Ильин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова